Встреча с Леоном Вайнштейном Встреча с Леоном Вайнштейном Встреча с Леоном Вайнштейном уже договоренность через каких-то посредников с Мадуро о том, что Мадуро уезжает, по-моему, мы уже об этом говорили, и влетает на Кубу. Его, так сказать, дают, что называется, оставляют жизнь и возможность тратить деньги, которые он наворовал, а страна приходит к какому-то нормальному демократическому управлению. Он не сделал этого под давлением России, как в том числе и Помпео, многие источники нам говорили. Ну, а в связи с этим, я думаю, был звонок, и, так сказать, Путин сказал, я, так сказать, убираю руки, не буду, не буду. Второе интересное, что происходило во время этого звонка, это зашел разговор о снижении напряжения в создании всяких, так сказать, вооружений, и Трамп и Путин договорились о том, что по новой будет создана некая комиссия, в которую они оба предложат Китаю вступить. И, как сказал Трамп, вроде бы, так сказать, Китай заинтересован в этом, для того, чтобы делать уже эти не двухсторонние, а трехсторонние соглашения о снижении количества, или, по крайней мере, дополнения нового, так сказать, в арсенала атомного вооружения. Вот. И третье, что меня, на самом деле, порадовало, было сказано, что Россия и Америка будут думать о том, как наращивать торговые взаимоотношения друг с другом. То есть, явно снижение напряженности, которая у нас была, так сказать, с Россией. Я понимаю, что очень многие наши зрители и слушатели, они хотят, чтобы, так сказать, Путина наказали и прочее. Но вот как его наказать? Мы делаем все возможное для того, чтобы создать ситуацию, при которой, как бы, Путина скинули с трона. Но верит ли кто-то, что, когда Путин уйдет, то придет не Шмутин, который будет делать все то же самое, или не Навальный, который, с моей точки зрения, будет, может быть, делать еще хуже. Опять, я не пытаюсь вступить в споры о том, хороший Навальный или плохой проектом Кремля, или нет. Просто я, так сказать, кое-что о нем изучал, слышал его и тому подобное. То есть, приходит какая-то альтернатива. Бороться каким образом с Россией, высаживает десант на Кремль, я не думаю, что кто-то будет. А атомное вооружение, я не думаю, что кто-то будет. То есть, на самом деле, самый лучший способ это снимать напряжение, давить каким-то образом тут те стороны, которые мы хотим, чтобы Россия не вмешивалась в те точки, в которые мы хотим, чтобы они вмешивались. А так, что вы сделаете? Китай может заставить делать что-то, что они не хотят делать? Не думаю. Так что, мне больше нравится, когда все-таки нет напряженности и нет опасности того, что загнанная в угол крыса начнет нажимать на всякие кнопки. Вот такой, так сказать, результат. Я как бы понял, что произошел в результате этого разговора. «Понятно». Ну, да, готов спорить. Да, вы знаете, у меня как бы сдержанная оценка взаимоотношения между Америкой и Россией. Способствовать изменению власти в России со 140-миллионным населением, я не знаю, насколько это логично, насколько это продуктивно. то, что Путин творит в своей стране и по отношению к Украине, меня, я был всегда против этого. Но, с другой стороны, чтобы разрешить российско-украинский кризис, ну, назовем это так условно, если Америка не вмешается и не будет об этом говорить, то каким образом он разрешится? Пойдут войной стенка на стенку? Я не думаю, что этого кто-то хотел бы, хотя есть отчаянные головы, которые призывают, там, давайте мы не отдадим ни пяди своей земли, встанем грудью. Разве мало уже тех 13 тысяч погибших во время этой войны, по сути дела, чтобы вступить в открытые такие боевые действия? У меня есть другое решение этого вопроса, этого проблемы, этого конфликта, да? И оно на самом деле сейчас все складывается так, что его можно применять. Значит, пришел новый премьер, президент на Украину, Зеленский, о котором лично я ничего не знаю, ну, кроме того, что он выступал, так сказать, был смешным и тому подобное, да? Выступал я, именно на телевидении. Я не за того и не за другого, не против того, не против другого, не Порошенко, не Зеленский, мне кто-то все равно. Но пришел новый человек, который не связан напрямую, там, всякие слухи, коломейские, коломойские, не знаю там, и тому подобное. Но напрямую вот этот конкретный человек не связан с той коррупцией, которая сегодня происходит на Украине, и то есть из-за чего Украину невозможно было вывести из состояния четверто-четырех разрядного государства, хотя оно богатая европейская потрясающая страна с землей, с потенциалом, с умными людьми и тому подобное. Значит, вот сейчас если правительство, новое правительство Украины бросит все свои силы с помощью Трампа, с помощью Соединенных Штатов Америки, чтобы жизнь украинцев стала намного лучше, жизненный уровень повышался бы, а промышленность начала бы работать, люди стали бы получать реальные доходы, народ стал бы возвращаться на Украину, а не бежать с нее, полно 3 миллиона убежало за последние 10 лет, да, вот, а тогда решатся все остальные вопросы, Крым будет мечтать попасть обратно, Донецк и Луганск будут завидовать и слезами, так сказать, и слюной обливаться и тому подобное, и более того, пол России захочет стать частью Украины, вот это называется победа, когда ты своему народу даешь возможность прекрасно жить, а что делать с этими, вот, я не знаю, или военный человек, может быть стенку построить с колючей проволокой, чтобы никто не переходил ни туда, ни сюда, уже предыдущее правительство, президентский аппарат, там и прочее, они занимались, торговли с Россией, торговли с Донбассом, оттуда гнали эшелоны на Украину, и на нем было написано, что это из Роттердама уголь идет и тому подобное, то есть они делали и продавали ровно в два раза дороже, чем то, как они покупали на том же самом Донбассе, то есть то, что там творилось и творится, это просто ужасное что-то на Украине, в Украине, прошу прощения. Леон, давайте попробуем принять звонок, может быть, наш радиослушатель внесет какую-то новую струю в наш разговор. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, я очень извиняюсь, я не совсем по теме Украины, можно задать два коротеньких вопроса? Два коротеньких? Конечно. Значит, первый вопрос такой, при всем моем огромном уважении к президенту Трампу, вот, есть такая информация, что государственный долг Соединенных Штатов при Обаме был где-то порядка 18,5-19 триллионов долларов, а при Трампе вот за эти два года он тоже несколько увеличился, 21 триллион долларов или что-то в этом духе. и второй вопрос. Если, одну секундочку, простите, разрешите, я закончу, извиняюсь, а если у Трампа какой-то конкретный план уменьшения этого государственного долга, поскольку... Я понял абсолютно ваш вопрос. Переходите к себе. И второй вопрос тут же связанный с этим, очень коротенький. Вот эта организация Объединенных Наций, организация Объединенных Наций, это абсолютно бесполезная и вредная для нашей страны организация, которая нам обходится в 750 миллионов долларов, чуть не больше, по-моему. А нужна ли она нам и нужно ли тратить на нее эти средства, как выражается такой Ян Геофе, который тут выступает, читает всякие листочки по истории. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста. Да, конечно, спасибо. Значит, ну давайте на первый вопрос. Действительно, долг вырос на почти 2 триллиона долларов за время правления Трампа, что огромный в рост, совершенно недопустимый и тому подобное. Единственное, что я могу сказать, что у него настолько были связаны... Значит, каким образом можно эти долги отдавать? Если поднять промышленность на уровень постоянного роста 3-3,5%, то государство будет, даже при том, что каждый платит поменьше, но государство будет настолько много денег вырабатываться, что если их правильно расходовать, то будут оставаться достаточно серьезные средства для того, чтобы гасить этот долг. Собственно, Трамп и идет... И он объявлял изначально, что ему очень не нравится этот долг. Он понимает, что это проблематично и что его путь это не с людей брать больше налога, а наоборот дать возможность раскрутиться промышленности, для чего ему нужны были какие-то деньги, которые должны были вбрасываться в эту промышленность, и раскрутиться промышленности, раскрутиться GDP для того, чтобы начать гасить этот долг. Да, у Трампа, я не знаю, есть ли у него конкретный план, который он озвучивал, но он говорил, что он считает, что это большая проблема и что необходимо с этим бороться. Это первый вопрос. Второй вопрос. ООН. Мое личное мнение абсолютно совпадает с вашим. Совершенно ненужная изжившая себя организация, на которую мы тратим, к сожалению, не 750 миллионов, а около полутора миллиардов, если считать, что мы оплачиваем практически все то, что происходит на нашей земле. Ну, хорошо, что называется на нашей земле изначально, но я бы отдал эту ООН куда-нибудь, допустим, в Уганду ездить, и там сидят. Это воры, бандиты, обманщики, это люди, которые нас ненавидят, люди, которые ненавидят всю ту цивилизацию, большинство из них, которые представляют то, что называется иудо-христианская цивилизация, да, не знаю, так сказать, вы и спрашивающие, и слушающие, верите в Бога, не верите, но христианская, иудо-христианская у нас цивилизация, ничего себе не поделаешь. Вот. Так что, я бы их давно убрал, давно бы закрыл. Я думаю, что это практически невозможно сделать, потому что, вы себе представляете, какой вой поднимется, сейчас в администрации, скажем, Трамп скажет, что я хочу закрыть ООН и выгнать их нахрен, и вообще уйти оттуда. Вот и все. А из двух подлейших частей ООН, из ЮНЕСКО и Комитета по правам человека, мы уже вышли. Да, действительно, долг увеличился на 2,3 триллиона долларов, он был на, скажем, январь 2017 года, когда Трамп вступил в должность президента, 20 триллионов, на сегодняшний день где-то 22,3 триллиона долларов. Это существенная проблема, и, по-моему, в своем предложении по бюджету Трамп, в том числе, и эту проблему предусматривает, и говорит, что если Конгресс не поддержит его намерение каким-то образом сократить государственный долг, то будет обсуждаться вопрос секвестр, то есть across the board сокращение расходов, сокращение расходов, так сказать, по всем, по всем статьям. Ну, и что касается Украины, давайте примем звонок сначала. Добрый день, пожалуйста, Лухи. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела просто напомнить, что когда принимался бюджет, то эти так называемые демократы, враги народа на самом деле, они туда столько порк проектов этих засунули, что, в общем, колоссальные, по-моему, 800 миллиардов, и наш президент вынужден был подписать этот бюджет только потому, что иначе невозможно было бы финансировать реорганизацию нашей армии, которая была уже на уровне 44-го года, 1944-го года. Теперь, значит, что он еще кроме этого делает? То есть, во всем виноваты, опять же, демократы, тут ничего не поделаешь. А вот что сам президент делает? Значит, он сократил количество работников своего правительства и аппарата своей администрации и сэкономил таким образом 58 миллионов за один год. Например, между прочим, у его жены, у Мелании Трамп, пять помощников, а у Мишела Обама было 44. Ну и так далее. Спасибо большое. Все правильно. Понятно. И действительно, Трамп добавил в бюджете 600 с чем-то миллиардов долларов на военный бюджет, армию надо было восстанавливать, ну и демократы добавили 600 с лишним миллиардов в этот бюджет расходов разных, местных, так сказать, всякие программы. Ну, такое количество нелегалов прет через границу, а их... Я сегодня смотрел где-то материал и по телевидению причем, что не просто нелегалы проходят, их, так сказать, записывают, отдают им повестки, чтобы они через шесть лет вернулись в суд с тем, чтобы их кейс рассмотрели, и выдают им разрешение на работу и футстемпы. Ну, неплохо. Неплохо. Примем следующий звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, план Леона по Украине ничего нового. К сожалению, Леон не сказал, но когда это будет? 30-50 лет. Это применимо к любой стране, где есть конфликт такой, как говорится. По поводу звонка. Они обсуждали доклад Мюллера с Путиным. И мне кажется, в этом отношении новый президент Зеленский может помочь в расследовании. Я имею в виду помочь Трампу в расследовании, как Украина помогала. Вот мы сейчас об этом и поговорим, наверное. Это новые факты появились. Я думаю, что Леон нам об этом расскажет. Спасибо за ваш звонок. Давайте, наверное, вот об этом поговорим, о роли Украины и о попытках демократической партии, так сказать, предпринять какие-то шаги, в чем, собственно, обвинили Трампа. Да, как интересно, так сказать, вот уже в газетах появился термин бумеранг. Бумеранг в том смысле, что бросили в сторону Трампа такую, так сказать, здоровую куалду, пытаясь обвинить его в том, что он координировал свои действия вместе с русскими, а его сын, его, так сказать, зять встречались с представительницей российской разведки Натальи Весельницкой, подставой совершенно явной, ну, не будем сейчас в это влезать. Значит, я, когда, значит, им позвонили, значит, сыну и предложили, или там имейл послали с предложением грязь на Хиллари, то он сказал прекрасно, с удовольствием, вот какой он нехороший. Сейчас, значит, выясняется, что демократическая партия отдельно и, так сказать, компания Хиллари Клинтон избирательная отдельно, и, можно сказать, вместе, протягивали руки стороны, начиная от России и, как сейчас, начинает выясняться в сторону Украины достаточно серьезно, с тем, чтобы найти любую грязь на любых сотрудников, особенно высокопоставленных сотрудников избирательной компании Трампа. Все это делалось при Обаме, при, очевидно, попустительстве или по прямому заказу Обамы, мы не знаем, но делалось очень активно. Например, совсем недавно, чуть ли не сегодня или вчера, посол Украины на территории Соединенных Штатов Америки дал показания, сообщил о том, что к нему обратились от имени центрального комитета демократической партии с тем, чтобы Украина помогла им найти грязь на Пола Манафорта. И было две идеи. Первая, с которой мы к нему пришли, это сейчас готовится визит Порошенко на территорию Америки. Давайте договоримся, что мы подставим вам журналиста, который спросит, скажите, а что там происходит с Манафортом, и Порошенко ответит, что то-то и то-то воровал, брал, делал и тому подобное, то есть взорвет бомбу о том, что руководитель избирательной компании Трампа, он мафионер, коррупционер, связан с бандитами, с российскими, и тому подобное. Это раз. А второе, это что украинское правительство подготовит пакет документов, которые будут ну как бы сказать, либо найдет, либо составит. И было, что-то все равно. Которые будут показывать, как Манафорт и там может быть кто-то другой из трамповского окружения, они грабили Украину с российскими, поддерживали олигархами взаимоотношения и тому подобное. То есть в 14 раз больше того, что мог даже подумать сделать Доналд Трамп плачей. Просто в 100 раз больше. А есть конкретное имя, кто обращался более того, от этой женщины, Колчалупа ее фамилия, Александра Чалупа, если я правильно произношу ее имя. Она, бывшая украинка, живет на территории США. Известна как борец за украинские дела в Америке. Так вот, она послала имейл в демократическую партию, где все это описывала. То есть, они даже не могут теперь сказать, что они не знали, что она делала. Они все прекрасно знали. А теперь, с другой стороны, как результат ее деятельности и обращения прямого уже обращения сотрудников избирательной компании Хиллари на Украину, некий человек по имени, опять же, я может быть, сейчас ошибусь легкого фамилии, Сергей Лукьянов, кажется, может быть, чуть-чуть по другому его фамилию озвучит, который, что называется, был представителем народа и имел прямое отношение к силовым структурам на Украине, в Украине. А его судили и признали виновным в том, что он предоставлял Хиллари Клинтон материалы, то есть, ту самую знаменитую амбарную книгу, в которой было написано, что Манафорд, значит, получил это, это и то, общая сложность где-то 11 миллионов долларов, чтобы они были перечислены туда-то и туда-то и тому подобное. Так вот, значит, за вмешательство в внутренние дела США он был осужден судом в Киеве. И все эти документы везутся сейчас сюда к нам, к бару. Понятно. Уже не говоря о том, что даже Нью-Йорк Таймс уже начало писать о том, что как-то вот странновато немножко, что Байден, будучи вице-президентом и отвечающим за работу правительства, так сказать, связи правительства с Украиной, который занимался тем, что он решал какое количество денег американских выделить в Украине, его сына вдруг пригласили на должность в, ну, такую, так сказать, полуправительственную, принадлежащую близким правительству круга компанию, где он получал в течение 14 или 16 месяцев получил 2,1 десяток миллиона долларов переводами с Украины. За что никто не может объяснить? Украинского языка не знает, законов украинских не знает, он юрист, который никогда по-настоящему юристом не работал, лоббистом он работал, что он там делал на эти вот там от 50 до 150 тысяч долларов в месяц, никто не понимает. Но он почему-то эти деньги получал, а папа его сказал, что это его единственная снижение, оставшаяся дочка, по-моему, единственная, дочка погибла молодая, второй, так сказать, сын умер от рака и остался по-моему, единственный его сын, которого он берет во все путешествия, в Китай он его взял, на Украину взял все. Вдруг Байден говорит, а я вообще даже не знал, я из прессы узнал, что оказывается он там работал в этой компании, ой, я вообще ничего не знал. То есть, ну то есть, такой конфликт интересов, такой клубок кошмара происходил при Обале в этом правительстве, что просто от этой гадости избавляться надо будет гадать. Да ладно, не может такого быть. Обама на голубом глазу заявляет о том, что у него, его правительство свободное от хоть какого-то малейшего скандала, абсолютно кристально чистое правительство. А если сверху, так сказать, одеть грязные одежды, одеть белый балдахин, то, может быть, никто и не заметит, что там внизу грязь. Что касается Байдена и вот этой истории с Украиной, по-моему, есть даже, существует запись, аудиозапись, где он прямым текстом угрожает президента Украины, в том, что если он не уволит генерального прокурора, который начал расследование этой компании, которая платила сыну Байдена, Хантеру Байдену, колоссальные деньги, то Байден не отправит от лица американского правительства. Нет, Сережа, это не совсем так. Окей. Запись существует не во время его угроз, а он рассказывал на форуме в Нью-Йорке, он рассказывал о том, что он был некий коррумпированный генеральный прокурор, что правда. Давно американцы и европейцы хотели, чтобы он ушел и пытались давить на Порошенко. Кстати, там не Порошенко увольняет, а должен все это сделать, если не ошибаюсь, Верховная Рада это делает под представление Порошенко, утвердить его увольнение. Так вот, Байден хвастался тем, что он, когда потребовалось такого плохого коррумпированного человека выгнать, он сказал, Америка перестанет вам помогать, я задержу транш в миллиард долларов, ваша страна попадет в хаос, будет экономически полная разруха, крах страны, если вы не уволите вот этого плохого коррумпированного человека. Что он забыл сказать, это что этот коррумпированный человек как раз занимался делом той самой компании и должен, и начал ее, так сказать, раскручивать. И один из людей в списке допросов и выяснений, за что получены деньги, куда они уходили, чем они занимались и тому подобное, был как раз Хантербайн. Он просто забыл это сказать. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова